В этот день Арарша Алировича хочу еще раз поздравить с юбилеем. Он в начале сегодняшнего вечера сказал, что вчера начал думать о предстоящем юбилее. И он представил шахматную доску, и он сказал шахматные часы. Вот так, говорит, я нажал кнопку, как на шахматных часах. И секунды начали текать. И вот, когда он вспомнил рождение, свою школу, завод, все. И потом, когда он подошел уже к 55-60 годам, говорит, время остановилось. Он остановил часы 28 секунд. Для него, ему понадобилось, чтобы вспомнить все 60 лет. Но мне хотелось бы Арарше Алировичу посоветовать не останавливать часы, потому что секунды, они идут. И действительно, это удивительнейший человек, простой парень из села, из Армении. Но после окончания института, действительно, он проделал колоссальную карьеру. Пройти из института простым рабочим инженером и дойти до генерального директора. В 28 лет возглавить одно из крупнейших производственных объединений. Это в советское время еще было. Это говорит о способностях незаурядных, организаторских. Тем, когда в Москву он приехал, как бы не затерялся, начал работать. Тот ассоциацию, фонд согласия, который он сделал. То, что вот здесь в нем как бы пробудился такой дипломатический талант. Я сам закончил ГИМО, дипломат. И знаю, что во многих странах мира Ару очень уважают, любят. Он принимал участие во многих переговорах. Ну, а как президент республики Калмыки, как буддист, я тоже хотел поблагодарить Ару Абрамяна за то, что он помогает всем религиям. И вот, чисто случайно, я помню, мы так на одной встрече встретились. Он говорит, Кирсана, что ты такой грустный? Я говорю, да вот никак мы не можем добиться, чтобы его святейшеству Далай-Ламе 14-му дали визу в Калмыкии. И Ара прям сразу хватился, говорит, давай помогу, давай письмо, давай я в МИД позвоню там. Ну, и где-то благодаря усилиям Ара Аршаровича и его святейшество Далай-Лама 14-й в 2004 году посетил республику Калмыкия, нанес свой пастерский визит. И хочется от жителей республики Калмыкии, от всех шахматистов планеты пожелать, чтобы такие же красивые комбинации на жизненных полях Ара делал и счастье, и света. Он очень светлый и добрый человек. Субтитры сделал DimaTorzok